Здравствуйте! В центре внимания в эфире в студии Евгения Монакова. С 1 января начали работать новые изменения в законодательстве, касающиеся получения справок гражданами Российской Федерации. По поводу этого сегодня к нам в студию пришел начальник информационного центра МВД России Паморской области Илья Сергеевич Зелитус. Здравствуйте, Илья Сергеевич! Добрый день! Давайте, во-первых, скажем, что именно за изменения, как они, в принципе, называются и кого касаются. С 1 января текущего года вступили изменения в законодательстве. Теперь гражданам, трудоустраивающимся на должности, связанные с транспортной безопасностью, на водном, наземном, железнодорожном и воздушном транспорте, необходимо получить справку, о привлечении либо непривлечении данного лица к административной ответственности за употребление наркотических средств. Я думаю, что это очень нужная такая функция, я бы так сказала, для работодателя, да? Немаловажная. Да, за столь короткий период, который вот мы справку оказываем, за 15 первых дней февраля к нам обратилось 550 человек за получением данной справки. Ничего себе! Ну, значит, это говорит о том, что эта услуга очень востребована, правильно? А еще какие справки, в принципе, требуют работодателей и за какими к вам чаще всего обращаются? Ну, наиболее востребованной услугой, которую мы оказываем уже не первый год, это получение справок о наличии отсутствия судимости и привлечении лица к уголовной ответственности. Эти справки требуются для трудоустройства в образовательной организации, учебные заведения, студентам они требуются для прохождения практик в школах, летних досуговых учреждениях. Также эти справки требуют для ряда замещения должностей в государственных, муниципальных организациях. Ну, то есть, действительно... Это наиболее востребованная услуга. Давайте теперь расскажем, какие пути вообще возможны получения подобных справок, потому что мы все знаем, что сейчас сервисов огромное множество, очень много уходит в сеть интернет, каких-то услуг. Вот какие пути возможны у вас? Да, и государство усовершенствует методы и формы работы с гражданами, предлагают удобные инструменты для получения государственных услуг. И одним из наиболее удобных, которые мы предлагаем гражданам в качестве альтернативы похода в органы внутренних дел, это получение государственной услуги путем подачи заявления через единый портал оказания государственных и муниципальных услуг в сети интернет. Мы проводим работу по агитации использования данного сервиса, мы размещаем методические рекомендации, мы готовы оказать услугу по регистрации и подтверждению личности на данном портале. И те граждане, которые обращаются к нам на личный прием, мы также им предлагаем, показываем эти преимущества. И я хочу отметить, что уже в текущем году 51% заявителей, которые к нам обращаются, они используют форму электронного обращения. Ну, это хороший, наверное, показатель. Но я так понимаю, есть цель дойти до 100%, чтобы очередей не было совсем? Есть цели, заложенные в указе президента Российской Федерации 2012 года, номер 601, в котором определено, что доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг, к 2018 году должна быть не менее 70%. То есть это те показатели, к которым мы стремимся и к которым есть поступательная динамика. Это уже хорошо. Илья Сергеевич, давайте расскажем все-таки, какие преимущества получения документов и справок, очевидные такие преимущества у интернет-портала госуслуги. Очевидное преимущество – это сокращение количества походов в органы внутренних дел за получением государственной услуги. То есть если обычным путем идти, то сколько раз? То необходимо прийти один раз, написать заявление, оставить пакет документов, уйти и вернуться еще раз за справкой. Но если мы говорим о справке о наличии и отсутствии судимости, потому что есть услуги, результат получения которых может также предоставляться в электронном виде, но об этом немного позже. Если говорить о самой востребованной услуге, то здесь при подаче заявления через единый портал оказания государственных услуг не требуется посещение органов внутренних дел. Вообще? Или все-таки прийти забрать нужно? Нет, только для получения готовой справки. То есть прийти за результатом в удобное время, также заявитель будет уведомлен о готовности справки, плюс сокращаются сроки получения государственной услуги. Государственная услуга оказывается информационным центром, и для тех граждан, которые у нас на территории области находятся не в городе, а в Благовещенске, они обращаются в территориальные органы, территориальные органы регистрируют заявления, перенаправляют в информационный центр, в город Благовещенск. Мы готовим справку, направляем ее назад. То есть вот эти все временные сроки, они сокращаются значительно. То есть по факту вот этой цепочки ее нет, да? Да, она исключается. Человек подает заявление, которое попадает непосредственно в день подачи заявления в информационный центр, и уже с ним начинают работать. Ну, я так понимаю, что там тоже все достаточно просто, но мы исключаем вообще, у меня сейчас регистрация на сайте Госслуг, но мне кажется, он действительно уже есть у многих. Но при этом тебе фактически нужно сделать скан документов, да? Приложить их к заявлению и отправить. Да, и там, где не всегда есть возможности, как я выше уже говорил, у нас в каждом территориальном органе внутренних дел мы оказываем услугу по подтверждению личности и по регистрации, а также оказываем помощь в подаче заявлений. Мы делаем это прежде всего с перспективой на будущее. То есть человек обратился, мы зарегистрировали, показали, как работать, научили. В дальнейшем человеку уже… Не нужно будет обращаться за кожей. То есть он дома воспользуется, либо с мобильного любого устройства, подключенного к сети интернета, и получит эту услугу. Вот на данный момент мы сказали о самых востребованных услугах, да? Это вот именно справки, которые делаются, собственно, о употреблении наркотических веществ или о судимости, о наличии судимости, да? А еще какие документы чаще всего приходится вам, опять же, готовить, выдавать? Существует еще три государственных услуги, которые оказывает информационный центр по линии МВД России. Это выдача архивных справок, как правило, они касаются больше бывших сотрудников системы МВД России. Это выдача справок о реабилитации жертв политических репрессий, которые касаются широкого круга лиц и граждан нашей страны, потому что вы знаете, что у нас достаточно… Число этих граждан действительно достаточно большое. Да, большое число граждан, которые подверглись политическим репрессиям по различным основаниям и по национальному признаку, и по политическим вопросам. А также есть у нас такая государственная услуга, как проставление опостиля на официальных документах, образованных в системе МВД России, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации. То есть это фактически для подачи куда-то за рубеж? Да, как правило, для подачи в консульство, получения виз, разрешения на работу, патентов. Что касается сроков, вы уже сказали, что можно сократить сроки. А вообще какие законом установлены сроки для выдачи всех этих справок? Для всех указанных государственных услуг регламентами определен срок оказания услуги до 30 дней, за исключением проставления опостиля. Услуга проставления опостиля оказывается в течение 5 рабочих дней. Это связано с тем, что, как правило, документы оформляются для получения визы либо убытия за пределы государства. Илья Сергеевич, вы сказали уже, что больше 50% обращаются таким образом в электронной форме. Вы у себя это визуально наблюдаете, что действительно количество людей, которые приходят и стоят в очередях, уменьшается? Вы знаете, одним из показателей, по которым оцениваются в принципе все федеральные органы исполнительной власти, которые оказывают государственные услуги, это уровень удовлетворенности граждан качеством оказания государственных услуг, одним из критериев которых является ожидание в очереди. Опять же, указом президента определено, что не должен превышать этот срок 15 минут. И у нас среднее время ожидания по выдаче справок о наличии отсутствия судимости, как самые востребованные услуги, на полторы минуты. То есть у нас стоит система электронной очереди, как в обычных МФЦ, многофункциональных центрах. Заявитель получает талон, то есть это все очень прозрачно, и его приглашают для работы с ним, для подачи заявления. И все в этой системе фиксируется. Вот среднее время ожидания в очереди полторы минуты. Ну что ж, надеюсь, все-таки удастся дойти до заветных 70%, хотя мне хочется верить, что мы перевыполним этот план обязательно в ближайшее время, потому что это действительно удобный интернет-сервис. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня в гостях был Илья Сергеевич Литус, начальник информационного центра МВД России по Амурской области, а вы смотрели программу «В центре внимания». До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова